Всем привет! Я Алена Арт. Сегодня покажу, как я валяю вот такие вот шарфики техники Крейзи Вулл. Соединение техники Нуна Войлок. Вот такой шарфик. Сегодня буду валять. Сейчас расскажу, немножечко отступлю, как я дошла до Крейзи жизни такой. Как я придумала соединять Крейзи шерстью. Потому что классическое Крейзи, оно же ведь сшивается нитками на швейной машинке. И в конце концов, у меня вдруг осенило. Думаю, а почему я не использую шерсть? Надо использовать шерсть. И вот как я придумала использовать эту шерсть, я покажу сегодня на шарфике. Вот сегодня я как раз приготовила вот такие вот обрезочки шелков. Некоторые я специально нарезала, некоторые у меня были, нарвала. Вот такие они небольшие. Вот такая палитра чудесная. Вот. Приготовила махеровые нити. Шерсть. Вот такая пряжа. Так, вот это у меня хлопок. Вот это вискоза. Я очень люблю вискозу, она так блестит в этих шарфиках. Приготовила ленточку из натурального шелка. Ну, ножницы, виброшлифовалка. Как обычно, вот все для валяния. Пленку вот эту вот я вырезала по размеру, чуть больше размера шарфика. Пленка у меня сегодня 30 сантиметров. Шарфик буду делать 20 сантиметров. В длину эту пленку метр восемьдесят шарфик я буду делать метр шестьдесят. Усадка шарфика приблизительно будет, ну, 10 процентов. Но все равно это будет зависеть от толщины шарфика, от расстояния шерсти, которую я буду класть. Ну, в общем, от всего, от шелковых этих обрезочков, от всего. Начинаю. Начинаю я раскладывать с махеровых ниточек. Почему? Потому что вот у них вот эти вот шерстинки длинные, они очень хорошо проникают вот через весь шарф. Поэтому они очень хорошо скрепляют весь шарф. Я люблю начинать раскладывать с махеровых ниточек. Раскладываю хаотично. Никакого рисунка. Ну, рисунок есть, но он вот полный хаос. Крейзи. И рисунок, и все. Крейзи. Просто в свободном падении ниточки падают. Я сегодня решила сделать шарфик односторонний. Поэтому, ну, я не задумываюсь над тем, какая будет нижняя сторона. Вот как получится, так и получится. И выкладываю, и там уже не смотрю по смыслу, надо ли там какой-то шелок выкладывать, еще что-то. Все у меня будет на верхней стороне. А когда делаешь двусторонний шарфик, то надо сразу продумывать. Так, выкладываю сначала шерстяные нитки, которые будут хорошо скреплять шарфик. Дискозу я кладу в центр, потому что она не очень хорошо приваливается. И поэтому она должна скрепляться другими нитками, вот где-то в центре. И она просто дает хороший, красивый оттеночек, но завалено как-то внутри шарфа. Это гораздо красивее. А сейчас самый главный момент. Я покажу, как я скрепляю все это безумие с шерсти. Вот я отрываю приблизительно вот такую прядочку шерсти. Эту прядочку я разделяю на какие-то более мелкие прядочки. И от более мелкой прядочки я отрываю вот такую тонюсенькую, как ниточку, длинную шерстяную прядочку. Вот это и будет моя ниточка. Которую я положу по косой на свой шарфик. Вот таким образом, по косой. Все эти прядочки я кладу на расстояние 2-3 сантиметров. Чем тоньше шарфик, тем реже я кладу эти прядочки, тем шире расстояние между ними. Когда я их кладу по косой, краешки этих прядочек я как бы вот загибаю и как бы соединяю. Вот, выкладываю такие прядочки так. В одну сторону по косой, потом в другую сторону по косой. Такой будет эластичный шарфик. По косой это крест-накрест. Вот так перекрещиваю. Выложила я свою сеточку, которая будет укреплять все это безумие крейзи. Так, опять вискоска на сеточку. Желтая, красивая. И сейчас я использую свою палитру, такое соединение крейзи и ноновойлока. Я кое-где обозначу вот лепесточки, листочки из шелка. Ну вот, где мне хочется. Цветочный же рисунок. Они могут выступать за шарфик. Хлопок. Ой, какой-то он у меня путанный весь. Ой, он распутался. Так, сейчас нам... Ну и дальше. Опять. Махир, шерсть. В общем, все по смыслу. Еще не забыть про шелковую ленточку, которая у меня есть. Вот она по смыслу тут вроде подходит. Но ее надо будет чем-нибудь закрепить сверху все равно. Вот другими махеровыми ниточками. Так. Шелковая ленточка. Будет придавать определенный колорит. И подошла я к главному этапу выкладывания нуновойлочного рисунка. То есть тут соединение техник Крейзи Ву и ноновойлок. Вот делаю такие ноновойлочные розочки из вот таких обрезочков шелка. Найду для них место во всей этой канители здесь. И это место немножко укреплю все-таки шерстью. Вот здесь у меня будет розочка. Ну, а розу я делаю вот совершенно просто. Так. Беру. И просто кидаю. Лепесточки. Вот. Разных-разных фактур. Так. Которые и будут обозначать розу, оттенки. Вот такой цветок. Ну что? Хаотично. Открывай-ненки. Хаотятно. Ну и останусь до конца верна уже себе со своими цветочками, бутончиками. Там выложу еще один цветок большой розы, не розы, не знаю, что это цветок. А здесь несколько бутончиков сделаю, так, чтобы разбавить рисунок шарфа. Так, какие бы мне тут выбрать, наверное, вот какие-нибудь такие. Здесь будут бутончики, не распустившиеся. Раз, господи, нет, поменьше. Картина почти готова. Сейчас последние штрихи. Вот подбираю какие-то ниточки, которые сильно выступают за край. Они пусть выступают, но вот, которые сильно длинные, мне не нужны здесь. Так, еще хочу все-таки Нуна войлоком доукрашать свой шарфик. Еще по смыслу положу где-нибудь листочков. И заодно закреплю шелковую ленточку. Так. Что мне надо? Укрепить, закрепить, закрепить. Так. И самый последний штрих. Так. Как бы мне... Как бы мне... Как бы мне... Все. Вливаю водой и начинаю сжижать виброшлифовалкой. А, водой с гелем для рук. Жу-жу. Проваляла как следует двух сторон шарфик. Только виброшлифовалкой. В рулоне не катаю, потому что достаточно виброшлифовалки. Здесь еще и махируют шерстяные ниточки. Они сваливаются между собой, помимо той шерсти, которую я положила. Валяю приблизительно так же, как и науновойлок валяю. Вот можно проверить. Хорошо. Да, все хорошо привалялось. Так. Беру это и несу полоскать. Прополощу, отожму полотенцем и принесу, покажу, что получилось. Прополоскала. Руками можно в стиральной машинке в режиме полоскания. Ну, я быстренько руками. Так. Отожму сейчас полотенцем. Так. И посмотрю, что получилось. О, такой прозрачный получился. Мне нравится. Так. Сейчас. Смотрю. Цветочек. Ну, цветочек привалялся отлично. Иногда даже лучше, чтобы он поменьше привалялся. Можно иногда вот немножко даже оторвать. Пусть выглядывают лепесточки. Ну, в общем, хорошо привалялся. Отлично. Ой, вот такой прозрачный получился. Ну, высохнет. А, конечно, приобретет немножечко другие оттенки. Сейчас мокрый. Будет немножечко светлее, мне кажется. И будет больше блестеть. Ну, что, теперь сушить. Об этом носить. Мне все нравится. Вот фактура шарфа какая получилась. Такая воздушная, прозрачная. И роза, по-моему, здорово получилась. В следующем мастер-классе я покажу на примере одежды, как я делаю элементы Крэйзи Ву. Это будет валеная юбка. Крэйзи, я работаю. Я работаю немецкой. Продолжение следует... В таком суши наalted кладу. Продолжение следует. Продолжение следует...